Всем привет, дорогие друзья! С вами силовый прием с Юлией Ушаковой. Но я сегодня не одна. У меня потрясающая соведущая Софья Гудим. Софья, великолепно выглядишь. Здравствуй. Привет, Юля, могу сказать тебе то же самое. У меня не получается смотреть тебе в глаза сегодня. Ну, я изо всех сил старалась, чтобы хоть чуть-чуть свой маленький, но я считаю, но удаленький бонус. Я бы сказала, убойненький. Убойненький бонус, да, показать тебе. У тебя очень круто получилось. За кого сегодня будет болеть Софья Гудим? Мне самой очень интересно и, думаю, не менее интересно нашим болельщикам. Это интрига вечера. Я буду болеть инкогнито, но в конце матча вы все узнаете. Так нельзя. Не по правилам. По правилам. Я из Челябинска. А, в Челябинске суровые. В Челябинске очень суровая жизнь, суровые правила и все вот так. И за кого будет болеть сегодня Софья, мы узнаем чуть позже. А пока пойдемте скорее смотреть матч. Очень сексуальный матч сегодня. Девочки танцуют по одних трусах. У тебя вообще у меня в жизни таких негодяй не было. Я просто из Челябинска и я смотрю на происходящее. И ты понимаешь, какие в Москве сумасшедшие, да? Ты знаешь, это еще даже матч не начался. А что дальше будет? Софья так лениво танцует, как будто она не за Спартак болеет. Ты знаешь, это очень такое непривычное и странное ощущение. Я ведь два года была с трактором. Это понимаешь, это как встретить бывшего и ты не знаешь, как себя вести. Это почти зарядка, Соф. Соф, ты хотела спорта получать. Сколько лет вам потребовалось, чтобы добиться такой потрясающей синхронности? 36 лет. С 72 года пытаемся добиться. Вот тот парень чуть-чуть отстает. Надо его немножко подтянуть. А, мы его взбодрим. А как ваши девушки отпускают вас на матч, учитывая, что у вас такая ведущая? Со спокойной душой. Мы же верны и клубу, и девушкам. А что, ты рады стремить, значит? Нет, я просто рукой не буду. А, окей. Ребята, тоже хотела спросить, а среди болельщиков Спартака есть веганы и сыроеды? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Это что за матерное слово ты сейчас сказал? Я знаю, кто такие веганы и сыроеды. Знакомьтесь, это наш свинцын. Он, я думаю, уже рад тебя видеть. Можно погладить, если он разрешит. Можно вопрос задать? Соня, вы знаете, вот мы со свинцином, я вообще свиноносец, но мы со свинцином на матче в основном Бузим. И если я сменю фамилию на Бузим, мы сможем с вами выступать вместе? Бузим и Гудим! Бузим и Гудим! Это фишка. Смотри, какая тетя с нами, красивая. Да, я соня. Я соня, тетя. Лена. Нравится тебе эта тетя? Да, красивая. Возьмем мы ее сегодня себе поиграть? Она все ко мне подходит и показывает разных парней. Я говорю, да, этот нормальный игрок. Я говорю, ну, вроде ничего. Она говорит, ну, вот этот, мне сегодня вот этот нравится. Ну, подожди, еще пройдет лет 10, она будет спрашивать, этот женат, и узнавать подробности. В принципе, в принципе, все к этому идет. Знаешь, посадили рядом со мной женщину, и все. И все, и теперь женские все темы будем обсуждать. Эпиляцию. Ну, у меня давно не было женщины, понимаешь? Когда у тебя женщина была в последний раз? Вообще не было. Я у тебя первая? Надеюсь, не последняя. Алло? Да. Тренер звонит. А, ну ты сейчас идешь, да, по-моему? Пойдем вместе сходим, я тебя буду посвящать в процесс и рассказывать про свою работу. Ооо, как это мило. У меня сейчас навернется слеза. Да. Давай, вот отсюда до сюда. Делай красиво. Во, вот это настоящее. Вот. Ну вот так вот же звезды расписываются, мать. Ну ты че? Вот так вот Сопа подготовилась к своей автограф-сессии. Ни карандашик, а ни маркеров. Я в шоке. Так не отвечаю. Оп, да. Меня вот разве что на руках еще не носят. Серьезно, я в шоке. А тебя что, не носил никто ни разу на руках? В тракторе никогда не дурили цветов и не носили. Держи. Локоть больно. Сань, ну ты меня че? Ну ты меня-то, блядь, баклан. Сильная и независимая. Я знаю, где она живет. Сильная и независимая Юлия Ушакова. И хрупкая, беззащитная, такая нежная. Софо Гудим. Силовой подкат с Юлией Ушаковой. Итак, у нас в гостях Леша Кручинин и Саша Шаров. Ребята, какими судьбами? Я пришел с ребятами увидеться. Поддерживаю свою команду. Что-то плохо поддерживаешь. 3-0 уже проигрываем. Что происходит? Ну и ладно. Может, отыграемся? Ну и ладно. Сейчас, может, отыграемся. Ты как удержался в тракторе? Мы не смогли, а ты как удержался в тракторе? Опыта побольше, наверное. Вы же как бы в тракторе не дали. У вас жопы, опыта ж больше. Вы вообще в хоккее разбираетесь? Смотря что вы хотите. Что такое проброс? Это выход, шайба из зоны. Кто такой Товгай? Это силовой игрок. Вот эта девушка говорит, что она разбирается в хоккее. Задай ей такой вопрос, чтобы она не смогла на него ответить. Ну, смотри, у трактора очень тяжелый психологический настрой и микроклимат в раздевалке едва ли можно назвать каким-то вдохновляющим, учитывая прошлую игру с Йокеритом и поражение 8-0. Оль, как ты считаешь, насколько вообще на хоккеистов такие ситуации сказываются и как им прийти в себя? Должна быть установка тренера, в первую очередь, должен капитан сказать какую-то, может быть, воодушевляющую речь, и не читать то, что пишут о них в СМИ. Ты думаешь, они читают? Конечно. Все вот эти пакости на форумах? На форумах, скорее всего, нет, а на порталах самых крупных российских спортивных, конечно, читают. И читают комментарии. А что ты вообще знаешь про трактор? Какие у тебя ассоциации вызывает эта команда? У меня самая, наверное, главная ассоциация – это Макс Якуценя, когда он играл еще в Челябинском тракторе. Ты знаешь Макса? Конечно. О, все, пошла жара. Классический вопрос. На сегодня проигрываем 6-0. Что происходит? Земелюшка моя. Можно меня тоже отнимать? Я давно хочу сказать. Не земель. Ты откуда? Она из Земель. А, ну, тоже. Рядышком. Хантеманзильский автономный округ. Что происходит сегодня? Я давно хочу спросить, что происходит. Это уже не первая игра, это вторая. За две игры мы проигрываем сколько уже? 14-0? 14-0 проигрываем. Что происходит? Ну, в том году, это черная полоса для трактора, в том году, 17 сентября, сегодня 19-е, мы проиграли Питеру 5-0, а в этом году Йокерту 17-го 8-0. Что происходит? Вот так. Я думаю, лучше дело в с вами болеть и снимать интересные передачи, а там разберутся уже и там, и там. Все, матч окончен. Спартак сегодня победил со счетом 6-1. Все-таки трактору удалось забить один гол, они проиграли не в сухую. Что скажешь? Я скажу, что трактору будет сейчас очень непросто, они морально дестабилизированы. Несмотря ни на что, это люди, с которыми я проработала два года и мне хочется, чтобы они все-таки поскорее пришли в себя и начали, если не находить, то хотя бы нащупывать свою игру, если это возможно. Мы будем надеяться, что трактор нащупает свою игру. Хорошо, что Спартак уже все нащупал. А Спартак уже все давным-давно нащупал. И Спартак будет выигрывать и дальше. И мы желаем всем хоккеистам показывать только красивый хоккей, да, Сон? Именно так. А красивые девушки будут болеть за красивый хоккей. С вами был силовой прием с Юлией Ушаковой. И Соней Гудим. Подписывайтесь на нас, смотрите нас. Ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите комментарии. Ну и, конечно же, ходите на хоккей, друзья. До встречи.